Всем привет, с вами Алис, канал Передлаб. Работаем с картами, смотрим на многом с погодами в ближайшие дни и делаем выводы катаклизмов. Начинаем с Америки, но вот здесь вот у Мексики, конечно, уже такой сформировался ураганчик. Видите, глазок-то появился, уже, судя по всему, скорость растет, и у него даже хвосты-то, они сейчас так щекочут немножко это мексиканское побережье, там тоже опасно. Ну, основной удар ожидается в воскресенье, вот сюда вот, в воскресенье, начало понедельника, по Калифорнийскому полуострову. Посмотрим, пока что он особо не движется. Немножко здесь на западе Канады осадки, в районе Великих озер, вот сюда хвосты опускаются. Ну, в целом, ничего нет экстремального, сравните, что происходит в Атлантике. Вчера я размещал пост в Телеграме, как раз показывал вот этот процесс, как формируется фен в Гренландии, да, когда там сдавливается воздух, ветер, да, и получается, что разогревается, потом выносится на высоту 3 километра, и там резкий перепад температуры возникает, да, там в районе минус 50 вокруг, а там получается такой снежок, и что-то в районе минус 10, такая утепель. Но со страшным ветром, сила ветра просто колоссальная. То есть, судя по всему, как-то конец осени, начало зимы обещают быть довольно-таки интересным. Почему? Потому что неожиданно, как-то не по сезону, вдруг вот этот вот, как раз, который перепрыгнул Атлантический океан из Мексиканского залива Циклон, раздвоился. И сейчас, смотрите, вчера его, так сказать, северный брат пошел в Орландию, затопил там город Корк, довольно-таки серьезный. Сегодня выпущено предупреждение на четверг и пятницу для Великобритании, потому что там тоже южное побережье, если вы видели, там такие кадры, там едет поезд, и прям волны, прям его прям поливают этот поезд, хотя он находится там на приличном удалении от побережья. То есть, такой настоящий реальный шторм, вот, ну и сильно даже на восток Шотландии распространяется. И последний раз такое предупреждение было во время урагана Денниса в феврале 2020 года. Вот обычно это зимние штормы, такие характерные для британских островов, для южной части, вот, а теперь получается, что в северной части, получается, что в октябре вот такие штормы, что ненормально, да, так же, как и в Средиземноморье, это тоже ненормально, чтобы их атаковали, какие, такие штормы. Ну, здесь еще вот сейчас южный брат что скажет, судя по всему, вот эти все катаклизмы влияют и на нас, у нас уже второй день идет, дождь идет такой, ну, без всяких ветров, без всего. Вот, так вот, обещают Великобритании, что количество осадков в среднем составит до 150 миллиметров, только вы думаете о кое-где, до 250 миллиметров. Вот ничего себе, представляете, какой объем воды выпадет на британские острова, да, а его где ждут? Его ждут где-то этот объем воды в глубине континента, вот там бы было бы полезно. Ну, конечно, не в таком количестве сразу, а размазать. Вот, смотрите, вот у Северной Италии, да, здесь прямо сейчас мы видим грозу в прямом эфире, да. С другой стороны, со Скандинавии здесь уже начинаются вторжения, да, видно, что здесь прояснения пошли, вот такие вот моменты наблюдают. Вчера писал Денис Волков из Великого Новгорода, что было до плюс пяти, ночью был ноль, вот, ну и самый холодный день за последние полгода, по его мнению, состоялся. В пригороде началась золотая осень, а в городе он был удивлен цветом листвы на улицах и в парках. Ну, то, что там еще не золотая осень, вот. Вот, разница в климате города и, так сказать, пригородов очень значительная, по его мнению. Вот, а сегодня уже Александр Кузьмин писал из Великие Луки, Псковская область, что около нуля и слабый снег, вот. Вот, но отметил, что снег лежит только на машинах, то есть, как бы, тайне на земле происходит довольно-таки быстро, но это понятно, потому что, что здесь удивляться, земля еще теплая, земля еще теплая. Вот, Егор пишет из Ленинградской области. Вчера, особенно сегодня, писал, вчера были хорошими по погоде днями, ночью тоже были хороши. Я люблю, когда прохладно. Солнце, нет облачных дождей, земля впитывает, насыщается водой на зиму. Зима к нам придет на этот раз резко, надо льдышку на морозе для зимней рыбалки. Народ уже заскучился по такому виду активности в меру отдыха. Я тоже хочу, значит, так тому и быть. Алекс, спасибо за обзор. Благодарю вас. Так, ну вот этот циклон, который в Повужье вызвал сильнейший ветер, он сейчас поднимается сюда, получается, в сторону новой земли, в сторону приполярного Урала, потихонечку дрейфует, да, но уже не с такой силой ветра. Но вот за ним, за ним загоняется холодный воздух, и здесь мы видим, что стало гораздо прохладнее, но и в том числе это пойдет и дальше. Вот ВСЛИ Чаннел вчера писал в Казани плюс 5, солнечно, ночью 0 градусов, на следующей неделе уже зима придет. Ну, с радостью ждет зиму. Зима, ну вот Артем Назаров сегодня писал, представляете, до каких широт доходит прохлада, до Краснодарского края, Тихорецкий район, там был заморозок до минус 2 градусов, и причем это уже пятый заморозок. Местами температура была до минус 1. Днем, правда, ожидается плюс 13 градусов, то есть вот такие вот осенние перепады температур будут наблюдаться в Красноярском крае сегодня. Светлана Светикова из Ростова-на-Доно пишет, вчера был град, тучка небольшая, но с градом, всем добра, спасибо большое. Ольга Шаламова добавляет про Казань, что в обед был сильный дождь, 7 градусов и ветер. Да, ну вот смотрите, если брать уже границ Казахстан, то здесь вот такая вот полоска ясной погоды отмечается. А вот еще один циклон, он из Турции, пришел сейчас на Кавказ, а там непогода, видно, что и Каспий, и Западный Казахстан здесь тоже подвержены этому, да, такая облачность. Из гор Средней Азии в Тибет идет вот такая облачность, да, или это облачность, и здесь мы видим, кстати, еще и пики гор. Здесь мы видим и пики гор, так что вот так вот интересно. Ну и видно, что из Казахстана вот сюда к Ямалу поднимается тоже такая полоса хорошей теплой погоды, что самое интересное. Вот вчера Женя 86 писал, что у них в городе Сургут плюс 12 градусов, а сегодня начинается похолодание. Ну, Даня Комаров сегодня пишет, что сейчас в Сургуте плюс 7 градусов, вот, это, конечно, не вчерашние плюс 14,6, и позавчерашние плюс 14,8, но это было вот достаточно для суточных рекордов, вот эти вот 14-ти градусники, вот, и температура среднего октября сейчас идет пока что плюс 7,2, при норме минус 0,2. Так, рекордный теплый октябрь был в последний раз в 19 веке со значением плюс 3,6, но вы знаете, похолодание там уже как бы на пороге, поэтому надеяться, что там будет дальше продолжаться такая погода, не стоит. Очень хорошая погода в Южной Сибири сейчас отмечают люди, и вот Дмитрий Ирвин пишет, Новосибирская область, еще один погожий солнечный день, но мы видим, что да, здесь ясно, все циклонические системы сейчас находятся на севере Сибири, вот здесь на северо-западе Якутии, либо вот здесь вот в акватории Охотского моря, приближающих территориях. В Новосибирске прогрелись до плюс 17,3, вот, ну и правда вот на сегодня уже последний день тепла ставят, то есть потихонечку тепло покидает Сибирь, вот, хотя Алексей Покровский, вот давайте почитаем, что он пишет из Восточной Сибири, вот, недалеко от Байкала, из Иркутска, Алекс, спасибо, да, ветра нынче с ума сошли, при Байкале, после прошедших ветров, когда были обесточены 37 населенных пунктов, только к середине недели восстановили электроснабжение, сейчас дневные температуры не поднимаются выше плюс 5 градусов, ветер от 8 до 12, от 8 до 14 метров в секунду, ночные температуры от плюс 3 до минус 7 градусов, в северных районах выпал снег, из-за того, что пасмурно тает, сильно не собирается, синоптики и обещают небольшой прогрев, но он, думаю, будет ненадолго, и не сильно жаркий, ему просто неоткуда взяться, везде похолодание, всем здоровья, мира, добра, и большой надежды на хорошую погоду, но мы вчера разбирали, что как раз вот этот узкий коридорчик, пальчик, да, такой тепла, который проходит вот как раз к вам, к вам в сторону Иркутска, так, вот что пишет Алексей Васильевич, что же из Иркутска, в Иркутске на ближайшие 5 дней дневные температуры обещают от плюс 10 до плюс 13, солнечную погоду и без особого ветра, посмотрим, как прогноз будет, что-то не особо верится, если так и произойдет, то писать до вторника не о чем будет, всем привет с берегов Байкала, это я вчера писал, теперь сегодня время 14.09, синоптики вроде не обманули, солнце с утра, ветра нет и плюс 10, но вот видите, это центральная Сибирь, к вам вот это кочует по узкому каналу, пока что не подвержено сильному влиянию морозов, да, вот, но до Якутии это как бы не до кочевает, вот пользователь интернета пишет, пишет, что сегодня в Якутске был снег, минус 7, минус 4 температуры, завтра уже минус 11, минус 8, да, то есть Якутия потихонечку все-таки погружается в зиму, видно, что и снежный покров выпал, и, в общем-то, вряд ли он уже растает, нужна какая-то очень мощная система, мощная оттепель. Так, смотрим, ну, здесь про Ходское море поговорили, немножко здесь Корея и Япония, вот этот хвост этого циклона здесь проходит, вот здесь тайфун такой интересный, да, вот этот остров, как он, Ханько, или как он называется, постоянно забываю его, Южный Китай, самый Южный Китай, видно, что здесь подобие тайфуна, но очень такой маленький, аккуратненький, и посмотрим, что он сможет сделать. Так, ну, это сейчас вот гроза здесь в Индокитае, в эквентариальном поясе, в Новой Зеландии, Австралии, все хорошо, так, здесь отсоединились хвосты, наконец-то, от Мадагаскара с Восточной Африкой, а к Бразилии, вы не поверите, опять приклеился, да что же, это прямо какой-то злой рок для Бразилии, и к Чили с Аргентиной, здесь тоже, ну, ближе к Аргентине, здесь тоже вот такая вот хватка от Антарктиды происходит. Ладно, давайте сейчас быстренько глянем, где у нас какие мощные осадки, ну, вот Аляску уже снегом засыпает, Запад Канады пока дождями, ну, так, от Гудзонного залива до Луизиана практически дождь происходит, ну, вот этот вот ураган в Мексике, здесь в Латинской Америке, дожди сейчас происходят, да, вот видно опять Бразилия, опять сюда приклеилась, опять там грозы, дожди, вот, смотрите, южный брат занимается Испанией, а северный брат занимается как раз Ирландией и Великобританией, да, вот такие вот два брата, и каким-то образом, вот еще до нас хвост долетел, вот сюда у нас есть тоже сейчас сильные дожди, вот, хотя я просил для того, чтобы наоборот, прям такая мощная циклоническая система пришла к нам в горы, устроила поток, прочистила, наконец-то, мою реку, чтобы я мог начать купаться, но не могу я купаться в болоте, извините. Так, здесь в Закавказье, в Восточной Турции, Каспий, осадки, северо-восток РФ, ну и, кстати, в центральной части, вот здесь в европейской части тоже есть осадки, да, в Забайкале здесь вот у Охотского моря побережье, здесь сэклон, да, разобрали, вот Южный Китай здесь, пожалуй, сейчас самая высокая интенсивность осадков. Давайте посмотрим завтра, что будет с этими системами завтра. Ну, смотрите, он прыгнет, этот Южный Брат, но прыгнет не с той стороны, а так, да, то есть он с юга, там, со стороны Италии вызовет потопы, ну, спрашивается, для чего они не купаются в горных реках, вот им этого совсем не надо, вот, ну, разве что там так землю намочить, вот, а северный, видите, там займется все еще Великобритания, вот, запад Франции здесь, ну, кстати, вот этот циклон так и не отклеивается от Гренландии, понравилось ему там. Завтра будут дождики, вот здесь вот, по северу Украины, со стороны Брянско-Варангельской области, судя по всему, так, через Казахстан он будет проходить, эта система завтра, которая сегодня у Каспии, завтра будет через центральный Казахстан, и вот здесь вот выйдет, судя по всему, уже в Северный Литый океан, этот циклон, и хвост его будет через Таймыр, здесь немножко на Сибирь оказывать, на северную, центральную, небольшое влияние, ну, кстати, вот здесь в Охотском море тоже как-то приклеился циклон, понравилось ему там, видно, что хвост опускает на Курилу Японию завтра, ну, и вот здесь вот Южный Китай, кстати, там, может быть, что-то он никуда не движется, этот циклон стоит на одном месте, проливается, могут тоже какие-то проблемы возникнуть. Так, ну что, переходим тогда к разбору температур, что у нас интересного, здесь, смотрите, как Скандинавию стало замораживать, да, резкий перепад пошел через Европу, Германия, смотрите, здесь Польша, получается, западная Украина, вот все, что южнее, здесь довольно-таки тепло, все, что севернее, здесь уже прохладнее, хотя в Украину здесь занос теплого воздуха по югу, сейчас происходит резкое потепление, и это тепло идет где-то до широты, получается, между Екатеринбургом и Смоленском, да, где-то вот по этой широте мы видим, вот что севернее будет прохладнее, южнее пока тепло. Западная Сибирь пока наслаждается теплом, центральная тоже вот сюда вот за счет этого циклона занос происходит, ну а вот в Забайкале и Якутии здесь уже прям царство холода, здесь прям такая стеночка стоит и ничего не пускает. Так, Людмила из Алматы спрашивает, если можно, точнее, координаты точки холода на Тяньшане, давайте посмотрим эту точку холода, вот, ее координаты, так, это Хан Тенгри, смотрите, выдала, выдала здесь система, что это Хан Тенгри у нас, так что вопрос решен, это пик Победы, Хан Тенгри, вот эта вот территория, это гора, получается, две горы и семь километров, да, с одной стороны Хан Тенгри, с другой стороны пик Победы, все, то есть, вот мы сразу и определились, спасибо большое за ваше участие, да, мы разобрались, так, Виталий Вишталюк пишет, что на 23 число ставят в Полтаве грозы, да, об этом Денис Хантер тоже писал, спасибо большое, и Лаплеск написал, открылся сезон летающих балконов, хорошая шутка, благодарю вас, да, еще Игорек, привет, Алекс, Тюмень, сегодня плюс 12 градусов, давайте сравним, это было вчера, плюс 12, сегодня плюс 7, уже немножко попрохладнее, да, то есть, температура все-таки падает, успел доделать уличные дела, готовлюсь к похолоданию, вот, правильно, видно, что подход такой деловой, все дела сделал, теперь можно сидеть, чай пить, так, Бешкек плюс 16 градусов, у нас Ташкент 20, Душанбе 19, но Туркминабад, Ашхабад пока 25 градусов, да, тут в Иране тоже где-то 25, ну, смотрите, перепад между Ираном, здесь 25-32, а вот с этой стороны, со стороны Саудовской Аравии, вроде Персидский, залив небольшой, но разницу-то дает, смотрите, здесь 31-38 градусов, да, то есть согласитесь, что есть разница, в Египте около 30, на Ближнем Востоке, здесь 25, вот в Иордании даже 23 градуса, такие ставят, вот, ну, Юг Сибири 10-11 градусов, все хорошо, Красноярск, вот, видите, к вам заносит прям вот таким узким коридором, да, вот здесь у Байкала, в Нагорье холодно, здесь Саяна тоже дает прохладу, а к вам прям вот сюда заходит, и практически нет ветра, ну, смотрите, и на север тоже идет Турюханск, плюс 8, Норильск, плюс 6, ох, в Норильске прям загорать можно, Диксон 0 градусов, Якутск минус 5, Магадан-Охотск минус 1, минус 3, Анадыр минус 6, Петропавловск плюс 5, и смотрите, прохлада идет в Приморье, да, здесь 3-4 градуса, Николаевский 2, Южно-Соколинск 5, Уссурийск плюс 7 градусов, Пекин похолодало, здесь заток холодного воздуха, плюс 13 градусов, ну, и на Западе, смотрите, так, Вамакан 12-16 градусов, тоже упала температура, и тепло остается только на юге Китая, здесь Индокитай, да, в Индии даже, смотрите, прохладно стало 25-26 градусов, 29, такие температуры непривычные, да, смотрите, в Индии, Австралия, смотрите, задувает, также южный ветерок, не дает особо прогреться здесь, южному побережью, тут у Адулая, это немножко теплее, Канбера плюс 12, Мильберг 15, Кобарт 11 градусов, 10-9 градусов, южный остров, 12-14, северный остров, Новая Зеландия, такие температуры, Аляска вся замороженная, но не сильно, пока что не сильно, но в ближайшие дни там тоже придут морозы, здесь Барова продут, минус 8 ушел, Мертвая лошадь минус 6, Фербенкс минус 2 пока, Анкорич плюс 2, но, смотрите, рядом уже здесь тоже большие горы, там уже тоже намораживать пошло, запад Канады, прохладно, в Калгари плюс 6, Ванкувер плюс 13, в Мусоне плюс 8, Гудзоново залива, Атав 9, Торонто 12 градусов, но здесь с Великих равнин, пошло немножко в сторону Великих озер, поэтому здесь 11-13 градусов, немножко теплее стало, в Техасе 15-17, ну и Юго-Запад там пока-то подогревается из Мексики, немножко разогрелась Флорида, что-то она рано как-то ушла из теплой зоны, вот, я думаю, что еще вернется, ну и смотрите, Бразилия как заколдована, здесь не дает разогреться, вот, на уровне Парагвая так все остается, будем стараться 16 градусов, на юге гораздо теплее, здесь 18-15-18 градусов, 6-7 на самом крайнем юге уже Антарктиды, Южная Африка наконец-то прогрелась, видите, 20-28 градусов, все, лето пришло, могут они наконец-то порадоваться, там, наверное, они мерзли, давай теперь посмотрим, что будет сегодня ночью, какие процессы будут, так и сохранится перепад температур в Европе, уже по широте будет, да, вот от Бельгии получается, с север Украины и до Южного Урала, да, все, что южнее более-менее тепло, все, что севернее, уже здесь с такими заморозками прохлада, причем, знаете, даже Южная Швеция уже ощущает прохлад как-то рановато для Южной Швеции, и для Прибалтики, смотрите, как-то мороз, это в октябре, это, ну, не совсем нормально, да, то есть они как бы за счет близости к морю, все-таки немножко помягче климат, вот, ну, это все вот влияние этого циклона, который прилип к Гренландии, ведь и оттепель там все, и даже ночью сегодня продолжится оттепель, в Западной Сибири здесь на границе с Казахстаном начинается прохлада, да, но есть еще теплые такие потоки воздуха, хотя у Байкала мы видим, что по ночам-то уже подмораживает, да, и вот эта вот оттепель для Средней Азии, она не доходит уже до Якутии, толком в Приморье тоже будет подмораживать по ночам, это день в США, здесь вынос теплого воздуха идет в сторону Канады днем, и прогревается хорошо Запад США, давайте посмотрим, это будет ночь в Америке, смотрите, здесь уже на Аляске так хорошо, и Западная Канада уже там за 20 градусов минусом идет температура, вот, вот, затем здесь в районе Гузонового залива опускается прохлада, да, на восток Канады, то есть уже такое предзимье вступает в силу, это завтрашний день, в Скандинавии будет прохладно даже днем, смотрите, здесь опять такой широтный прям перепад, и что самое интересное, восточный ветер, но он идет как-то по северу, да, что вообще необычно для осени, обычно для осени характерны западные ветры, здесь оно может быть восточным, вот здесь, когда по югу как раз вот это выдув реки Дон, там Азов сдувает, вот это вот все прекрасно, зато обратите внимание эти циклоны к чему приведут, из Сахары вынос через Италию пойдет в сторону Венгрии, Венгрия, Австрия очень неплохо прогреется завтра, и от этого может получить дивиденды и Молдова, Украина и даже ЮКРФ от этого процесса. Второй поток теплого воздуха идет через Среднюю Азию, вот сюда вот в сторону Южной Сибири, в сторону Восточной Сибири, даже до границ с Якутией доходит, да, но дальше не идет, дальше здесь уже такой мощный морозный щит находится. Давайте посмотрим, что у нас будет 24 октября, это будет вторник. Здесь потеплеет также в Центральной Европе, что самое интересное, что этот восточный ветер так и сохранится, смотрите, еще в какой-то степени, здесь опять циклон на себя будет натягивать. В Западной Европе будет гораздо прохладнее, чем в Центральной Европе. Со Скандинавии будет опускаться морозис, здесь морозис будет идти еще со стороны Коми, ну вот как раз раздел будет по Поволжье, Южному Уралу, ну вот из Средней Азии здесь тепло будет идти в сторону Сибири, но будет покрывать только самые-самые южные города, Казахстан очень хорошо прикрывать, и потихонечку вот закрывается так тепловое окно в Восточной Сибири, ну вот сюда Якутии немножко дойдет, да, но здесь, вот смотрите, здесь вообще очень суровый мороз, там похоже уже за минус 30 пойдет в Восточной Якутии, уже совсем серьезно, в Магаданской области здесь, да, уже настоящая такая зима, немножко прогреется при море. Так, давайте посмотрим, что, какие процессы будут по ночам. А ночью, да, уже практически Сибирь, только по самому-самому южному такому. Конечности здесь еще тепло останется, знаете, в Восточной Европе, то есть тоже вторжение холода, да, и в Западной Европе тоже, и даже север Африки уже не жарко. А вот здесь вот интересный момент, в США, похоже, вот будет торнадо опасной ситуацией, здесь с севера идет уже холод, а с юга закачивает тепло, так что будем смотреть. Ну а с вами был Алекс, канал Перелапжи, отлично упражнения.